Всем добрый день! Сегодня предлагаю приготовить очень домашний и очень вкусный кекс с орехово-коричневой прослойкой. Первым делом нужно приготовить прослойку. Орешки нужно смолоть. Степень помолки зависит только от вашего желания, но как бы мелко вы их не смололи, они все равно будут оседать в тесте на дно формы. С молотым орешком добавляем столовую ложку сахара и чайную ложку корицы. Перемешиваем и отставляем в сторонку. Это и будет наша орехово-коричневая прослойка. Теперь готовим тесто. В большую миску нужно бить 3 яйца. Добавляем сразу весь сахар, немножко ванили и можно добавить немножко соли. И взбиваем. Взбивать нужно примерно 5-8 минут. Сначала масса будет жидкая, постепенно она будет густеть, светлеть и увеличиваться в объеме. Взбивать нужно достаточно тщательно, чтобы сахар полностью растворился и масса приобрела такой кремовый приятный цвет и плотную консистенцию. Вот смотрите, насколько яйца посветлели. Увеличились в объеме и стала масса не настолько жидкая, как была в начале. Теперь в взбитые яйца с сахаром нужно влить 150 грамм растопленного сливочного масла. Все аккуратненько опять перемешиваем и вливаем в тесто 300 грамм натурального, не сладкого йогурта. У меня йогурт греческий, можно добавлять любой, который у вас есть. Главное, чтобы мук был натуральный и без добавок. Применить можно обычной сметаной. Все опять же перемешиваем и теперь в эту массу нужно просеивать муку. Муку разделяем на несколько частей и просеиваем вместе с содой. Я разделила муку на три части, так было намного удобнее. После каждого добавления хорошо перемешиваем тесто. В итоге должно получиться достаточно густое, плотное тесто, на котором долго остается след от миксера и не уходит больше 10 секунд. Вот посмотрите насколько густое тесто. След не уходит очень долго. Вот такое тесто должно получиться. Теперь выливаем часть теста в форму. Я пекла в этой форме первый раз, поэтому для страховки смазала маслом и слегка посыпала мукой. Выливаем половину теста примерно, затем высыпаем слой начинки нашей и выливаем остаток теста. Выпекать нужно примерно час в очень сильно разогретой духовке. Где-то на середине выпекания я накрыла форму фольгой, чтобы кекс хорошо пропекся внутри. Вот это кекс готов. Палочка из него выходит полностью сухая. Сверху образуется коричневая приятная корочка. Остается только посыпать сахарной пудрой. Спасибо вам за просмотр, спасибо за ваше внимание, приятного вам чаепития и до новых встреч!